Господа, всем привет! И в комментариях к прошлому ролику вы меня очень просили сделать видео, где я буду рассказывать про методы в массиве, про то, как они вообще работают. Поэтому в данном уроке мы про это с вами и поговорим. Давайте для начала рассмотрим простую очень задачу. У нас есть массив people, массив, состоящий из объектов, где каждый элемент является объектом. И нам нужно как-то его проитерировать. Как мы это делаем в привычной нам форме? Для этого у нас как минимум есть два цикла, позволяющие это сделать. Это цикл for, где, допустим, на каждой итерации мы создаем какой-то индекс, допустим, i равно 0. Далее мы делаем итерацию до тех пор, пока i не будет больше, чем длина данного массива, по которому мы делаем итерацию. И дальше мы делаем инкремент для нашего индекса. И теперь мы можем, например, в консоль лог выводить какой-то элемент. То есть мы обращаемся к массиву и дальше по его индексу i. То есть это самая привычная форма, которую мы обычно используем. Если мы посмотрим, то, в принципе, мы получаем ожидаемый результат. То есть на каждой итерации в консоль лог у нас выводится отдельный объект. Также в JavaScript присутствует цикл while, который тоже, по сути, может такое сделать. Но я хотел показать еще один цикл, который больше относится к циклу for, и называется он forOf. То есть мы также можем обратиться к ключевому слову for. На каждой итерации создать, например, переменную person. И дальше использовать ключевое слово of, чтобы указать, по какому массиву мы делаем итерацию. В нашем случае это массив people. Далее повторим логику и выведем в консоль переменную person. А первый цикл я закомментирую. Если мы обновим страницу, то мы получим тот же самый результат. То есть, по сути, у нас есть две аналогичные записи. Первая запись, она будет работать на большее количество браузеров, потому что это ES5 синтаксис. Данный же синтаксис относится уже к ES6. Но помимо стандартных циклов for в JavaScript у каждого массива присутствуют так называемые higher other functions, которые мы можем использовать. И давайте их рассмотрим. Я уже в комментариях написал, какие именно методы мы будем рассматривать, поэтому давайте начнем с метода forEach. Мы обращаемся к самому массиву. И далее у него вызываем метод, который называется forEach. Он так дословно и переводится, что мы делаем какую-то итерацию для каждого элемента. И, по сути, данный цикл, данный метод, он принимает в себя параметр функцию. Я пока запишу ее в ES5 синтаксисе. Данная функция принимает в себя три параметра. Первый параметр — это объект person, то есть каждый объект данного массива. Второй параметр — это некоторый индекс. И, соответственно, третий параметр — это будет сам массив people. Допустим, я здесь напишу people array. Теперь для того, чтобы проитерировать каждый элемент и вообще посмотреть на каждый элемент, мы можем просто обратиться к первому параметру, который принимает данный callback. И если мы посмотрим в консоли, то мы не увидим никакой разницы. Но если сравнить данный метод, например, с первым циклом for, то видно, насколько данная запись более лаконичная, более красивая. Безусловно, сейчас у нас есть дополнительные параметры, но данную запись мы можем сократить. И сейчас мы рассмотрим, как мы это можем сделать. Пока что в консоли давайте еще выведем индекс и выведем непосредственно сам массив. Проверим, что эти параметры у нас также отрабатывают. И действительно, вот у нас в консоли много логов. То есть первый параметр — это каждый объект, текущий объект. Дальше идет индекс, начинающийся с нуля. И потом идет непосредственно сам массив. Но обычно последний параметр вообще редко используется. Индекс используется также достаточно редко. Поэтому в основном вы можете увидеть подобную запись, когда мы просто в консоль лог вводим каждый элемент. Да, и результат будет ровно такой же. Но с использованием ES шестого синтаксиса, а конкретно с использованием стрелочных функций, мы можем существенно сократить данную запись. То есть, по сути, давайте я скопирую. Это я закомментирую. Значит, мы можем также в метод forEach передавать стрелочную функцию, где на каждой итерации мы получаем объект person. И учитывая, что у нас функция записывается в одну строчку, то мы можем убрать вообще фигурные скобочки и написать таким образом. Если мы обновим, то мы не увидим никакой разницы. То есть сейчас, я думаю, разница между первым циклом for и подобной записью очевидна. Да, что здесь более понятно. Здесь не присутствуют никакие индексы, квадратные скобочки, и все записывается в одну строчку. Да, безусловно, в данном контексте цикл forOf тоже выглядит неплохо, но тем не менее мы записываем здесь все в одну строчку. Идем дальше. И следующий метод, который мы рассмотрим, называется map. Метод map, по сути, работает схожим образом с методом forEach, то есть он принимает ровно те же самые параметры. Три параметра — это сам элемент, индекс и сам массив, по которому мы делаем итерацию. Но он работает немного по-другому. То есть с помощью метода map мы можем создавать новые массивы, и, соответственно, как результат, да, мы заносим их в какую-то новую переменную. Допустим, я создаю переменную newPeople, и далее я обращусь к массиву people и вызову у него метод map. Здесь я также могу передавать ключевое слово function, но мы будем уже использовать ES6-синтексис, поэтому на каждой итерации я буду получать объект person. И здесь мне очень важно что-либо вернуть. То есть, допустим, я здесь просто верну сейчас объект person. Запишу в вот таком формате. И давайте в консоли выведем массив newPeople. Если мы обновим страницу, то мы увидим тот же самый массив, с которым мы начинали работу. Потому что мы, по сути, просто итерируем по всему массиву и возвращаем непосредственно сам объект. Но метод map хорош тем, что мы можем как угодно трансформировать эти данные и заносить их в новый результирующий массив. Ну, как самый базовый пример, мы можем вообще здесь не привязываться к объекту person, а, допустим, вернуть строчку hello. То есть, для каждого объекта массива people мы будем его преобразовывать в новую строчку hello. И как результат мы действительно получим массив, состоящий из шести строчек hello. Выглядит это, конечно, прикольно, но не очень практично. Что действительно практично, так это то, что мы можем оперировать с данным объектом. И, например, мы можем получать какие-либо данные из него или как-то их трансформировать. То есть, скажем, мы можем получить имена всех людей, которые есть в этом массиве. Например, обратившись к объекту person и к его полю name. Если мы обновим страницу, то сейчас мы уже получаем в массиве new people массив, состоящий из строк, где каждый элемент представлен в виде имени нужного нам человека. Аналогичным способом мы можем получать любые данные из этих объектов. Можем получать их, точнее, можем преобразовывать их как угодно. И давайте рассмотрим, допустим, следующий формат. То есть, мы можем, скажем, вернуть здесь строчку с шаблонизацией. И, например, вначале мы будем вводить person name. И дальше в круглый скобок, например, мы можем вводить person age. Кстати, мы здесь также можем эту функцию записать в одну строчку, потому что она у нас состоит из одного statement return. Поэтому мы можем от него избавиться, убрать фигурные скобки и просто написать в таком виде. Теперь, если мы обновим страницу, то мы получаем уже новый массив, где каждый элемент представлен в виде строчки. И строка состоит из имени. И в скобочках написано его возраст. Также мы, допустим, можем оперировать с числами. Например, мы можем вернуть person age, умноженный, скажем, на 3. Так тоже можно делать. И в результате мы получим массив, состоящий из чисел, где каждый элемент умноженный на тройку по возрасту человека. То есть, таким образом работает метод map, и он служит для преобразования текущего массива в какой-то новый массив. Хорошо, теперь давайте посмотрим на следующий метод, который называется filter. И метод filter служит нам для того, чтобы мы, соответственно, фильтровали по какому-либо условию исходный массив. Давайте для начала разберем следующую задачу. То есть, у нас есть исходный массив, и, допустим, мы хотим отфильтровать тех людей, которые сейчас могут, допустим, покупать себе алкоголь. То есть, у нас есть Елена, у которой возраст 17, и есть Михаил, у которого возраст 15. То есть, по идее, нам нужно в автоматическом режиме от них избавиться и в результате получить массив, состоящий из людей, которые старше 18 лет. Как бы мы это сделали в привычном форме? То есть, использованием, допустим, базового цикла for. Давайте рассмотрим. Значит, на каждой итерации мы создаем переменную, например, i. Дальше мы идем до длины массива people. Инкрементируем индекс. Далее. Создадим здесь, допустим, новый массив. Скажем, назову его adults. Это будет пустой массив. И в цикле for мы будем спрашивать. То есть, если элемент массива people по индексу i и его поле age больше или равно 18, то есть человек уже совершеннолетний, то тогда в массив adults с помощью метода push мы будем добавлять people по индексу i. А иначе мы ничего не будем делать. Теперь, если мы в консоли посмотрим на массив adults, то мы увидим, что мы получаем 4 элемента. И действительно, каждый из этих людей старше 18 лет. Та задача, которую мы и хотели реализовать. Но подобная запись достаточно долгая, поэтому давайте я ее закомментирую и покажу, как нам в этом может помочь метод filter, для того, чтобы реализовать подобный функционал. Я также создам массив adults. И далее я обращусь к массиву people и вызову у него метод filter. Метод filter также принимает в себя три параметра. То есть, первый параметр — это сам элемент, по которому мы делаем итерацию. Дальше — это индекс и непосредственно сам массив. Поэтому здесь я напишу, что на каждой итерации я получаю объект person. И, по сути, здесь мне необходимо вернуть либо true, либо false, в том случае, если я хочу оставить этот элемент в массиве adults. То здесь я могу также спросить, если person age больше или равно 18, то тогда я возвращаю true. и давайте посмотрим в консоли на массив adults. Обновляю страницу, и мы также получаем здесь четыре элемента. То есть сейчас вы уже можете видеть разницу в записи старого формата и с использованием метода filter. Но в действительности мы можем существенно сократить подобную запись и написать ее с использованием полного функционала стрелочных функций. То есть, по сути, нам просто необходимо вернуть данные условия, поэтому я могу избавиться от всего того, что написал, и вот вернуть в таком формате. То есть здесь написана стрелочная функция, здесь у нас идет прием параметра, и дальше мы возвращаем условия, что если person age больше или равно 18, то тогда мы оставляем в массиве. И если мы обновим страницу, то результат точно такой же. То есть теперь вы явно можете сравнить вот эту запись и запись в одну строчку. Причем на собеседованиях или на работе, чем чаще вы используете подобные методы, которые присущи для текущего контекста, чем лаконичнее вы их записываете, тем больше это говорит про вашу компетенцию и ваше умение работать с кодом. Поэтому имейте в виду подобные методы, они очень полезны на практике. Ну а мы продолжаем. И далее у нас идет довольно-таки необычный метод, который называется reduce. Он немного выбивается из линейки предыдущих методов, которые мы рассматривали, и по сути он служит для того, чтобы мы получили какое-то финальное значение, совершив итерацию по какому-то массиву. Давайте рассмотрим какой-нибудь базовый пример. Например, у каждого из людей данного массива присутствует поле бюджет, где написано бюджет, который обладает текущий человек. И предположим, у нас есть задача для того, чтобы посчитать, сколько всего бюджета есть у этих людей, то есть, грубо говоря, просуммировать каждый из этих бюджетов. Я думаю, что с использованием цикла for это будет сделать достаточно просто. Давайте посмотрим, как это вообще работает. Мы также делаем итерацию по массиву people. Где-нибудь здесь, например, я создаю переменную amount, которая по умолчанию равна нулю. И далее на каждой итерации я буду делать присвоение amount плюс равно people по индексу i и его поле бюджет. Если мы посмотрим в консоли на переменную amount, то мы должны получить какую-то сумму. То есть, это 122 500 условных единиц. Однако с методом reduce мы можем повторить подобный функционал, но сделать это более комфортно. Давайте это опять же закомментируем. И, по сути, мы вначале создаем переменную amount. Далее мы делаем присвоение и пробегаемся по массиву people с помощью метода reduce. Метод reduce принимает в себя два параметра. Первый параметр — это callback, который принимает в себя также два параметра. Первый параметр — это total. И второй параметр — это итерируемый элемент у массива. Второй же параметр в метод reduce — это некоторое начальное значение, которое будет присвоено переменной total. То есть, мы хотим посчитать суммарный бюджет людей, поэтому мы начинаем с нуля, как в примере выше. И, по сути, что мы должны сделать в методе reduce? Мы должны вернуть какое-то значение измененное. То есть, по сути, мы должны переменную total, которая по умолчанию равняется нулю, присвоить ей personBudget. Если мы сейчас посмотрим на результат, то мы получаем ровно такое же значение. Более того, мы данный метод можем также записать в одну строчку, то есть мы можем вырезать это отсюда, убрать фигурные скобки и написать таким образом. И результат будет ровно такой же. То есть, по сути, идея метода reduce очень простая. На каждой итерации мы изменяем вот это вот значение, которое видно ровно на каждой итерации, и оно будет изменяемым. И когда мы итерируем какой-либо элемент, мы с помощью его значений как раз и меняем вот это вот глобальное значение. И, безусловно, присваиваем какое-то значение по умолчанию. То есть, если здесь, допустим, будет 200 тысяч по умолчанию, то, соответственно, и результат будет на 200 тысяч больше. Также я хочу вам показать еще два полезных метода, которые очень часто используются на практике, и которые служат для поиска определенных элементов. То есть, первый — это метод find. И он служит для того, чтобы по условию найти нужный нам какой-то элемент. То есть, допустим, я также обращаюсь к массиву people и вызываю у него метод find, который, в свою очередь, принимает в себя goback функцию, где мы принимаем первым параметром итерируемый объект, то есть, в нашем случае, person. И, допустим, мы хотим найти какого-то человека, у которого, допустим, имя равняется Y. То есть, мы хотим найти Игоря. Как мы это сделаем? Мы просто напишем, что нас интересует person, у которого поле name равняется строке Игорь. И, как результат, мы занесем это все в переменную, например, Игорь. Теперь, если мы посмотрим на него в консоли, то мы должны его получить. Обновляем. И, действительно, мы получаем тот объект, причем единственный объект, который соответствует подобному условию. Похожим образом работает метод findIndex. И давайте рассмотрим, как это делается. То есть, он работает ровно так же, как и метод find. То есть, мы в него передаем определенное условие, но на выходе мы получаем индекс. Метод называется index. И давайте здесь я создаю переменную Игорь.index. Если я сохраню, то мы получаем здесь двойку. И, действительно, если мы посмотрим, то это нулевой элемент, это первый элемент, а это второй элемент. То есть, индекс у нас найден правильно. Таким образом, мы можем искать какие-либо элементы, либо их непосредственные значения, либо их индекс, и делать какие-либо операции, которые позволяют нам либо как-то фильтровать, либо модифицировать, либо вычислять какое-то общее значение у массивов и так далее. В конце этого видео, то есть сейчас, я хочу вам показать, в принципе, как можно пользоваться совместно этими методами. Давайте я здесь напишу какой-нибудь комментарий, чтобы логически отделить. И решим какую-нибудь очень простую задачу. То есть, вначале мы хотим пробежаться по массиву people, допустим, с помощью метода, например, filter. И давайте отфильтруем людей, скажем, по их бюджету. То есть, допустим, нам будут интересны только те люди, у которых бюджет больше 3000 рублей. Как мы это делаем? Мы принимаем здесь объект person. И называть данный объект, безусловно, можно как угодно. И здесь прописываем условия, что нас интересуют только те персоны, у которых поле бюджет больше 3000. Далее. Метод filter нам возвращает новый массив. И поэтому мы сразу же у него можем вызвать еще один метод, например, map. Потому что вот это значение нам вернет массив, а у массивов есть метод map. И давайте, допустим, посмотрим, что мы можем с этим сделать. То есть, например, мы можем привести их к какому-то формату. Давайте придумаем такую задачу. То есть, на каждой итерации мы также получаем объект person. И, например, мы будем видоизменять этот объект. То есть, теперь у нас уже будет новый массив, состоящий из другого вида объектов. И, допустим, у него будет поле info, куда мы занесем какое-нибудь значение, скажем, давайте просто напишем, значит, в литералах person, например, name, и в скобочках будет значение person, например, age. И также нам потребуется здесь поле budget, например. budget, скажем, будет равняться старому значению person.budget. То есть, таким образом можно поступать. Давайте пока это занесем все в результирующий массив, например, в new people, и посмотрим на него в консоли. New people. Если мы обновим страницу, у нас есть 4 элемента, и теперь видно, что уже каждый из объектов представлен в другом формате. То есть, у него нет поля name, у них присутствует поле info, содержащий в себе параметры, например, name и age, те, которые мы выводили. То есть, можно и трансформировать объекты таким образом. Ну, или, например, у метода map мы также можем после этого вызвать метод, скажем, reduce, для того, чтобы посчитать суммарный бюджет, как мы делали до этого. Здесь у нас уже будет переменная amount, и в метод reduce мы принимаем callback, принимаем начальное значение, здесь у нас параметр total и объект person, и здесь мы будем делать просто суммарное значение total плюс person, бюджет. Обновим страницу. Ничего нет, потому что мы не выводим в консоль amount. Amount. Обновляем страницу и получаем какое-то уже новое значение. Если же мы, например, здесь в методе map сделаем какую-то манипуляцию, скажем, обратимся к глобальному объекту math, и, например, сделаем что-нибудь странное, например, возьмем квадратный корень из бюджета, и потом посчитаем суммарные значения бюджета, то мы получим здесь какое-то новое значение. То есть в методе map мы как-то преобразовываем эти данные, причем как нам угодно. И что интересно, вот эта запись называется chain. И желательно при chain, то есть при цепочке, каждый метод выводить на новой строчке, чтобы это было более читаемо. Мы видим, что у каждой этой функции мы получаем как результат массив, и, соответственно, дальше мы также можем обращаться к методам этого массива. То есть, например, метод map, метод reduce и так далее. Но метод reduce нам возвращает number в данном случае, поэтому здесь мы уже не продолжаем цепочку этих вызовов. Надеюсь, что теперь вам стало намного более понятно, как работают эти методы, как вы можете их использовать в своей практике. Поэтому, если вам понравилось данное видео, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, а мы увидимся с вами в других роликах.